Власти Армении прекрасно понимают реальное положение на фронте. По мнению известного эксперта Кавказоведа, если Ереван признает Карабах, то война может выйти из-под контроля. Армяне во многих странах мира уже не первый день проводят акции, перекрывая дороги. Главное требование представителей армянской диаспоры к властям стран проживания признания независимости так называемого НКР. Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян подогрел эти настроения, опубликовав на своей странице в Твиттер призыв признать самопровозглашенное образование. При этом сам Ереван на признание сепаратистского режима не идет. Возникает диссонанс. Как можно кого-то просить сделать то, чего ты сам не делаешь. Известный аналитик, эксперт по Кавказу, обозреватель радиосвобода Вадим Дубнов отметил, что в Ереване понимают всю опасность такого бесповоротного шага, как признание Карабаха. Это было опасно и в мирное время, а сейчас, когда обстоятельства на фронте складываются не в пользу Армении, вообще чревато серьезными последствиями. Выход из переговорного процесса, пусть даже столь формального, да и невозможного сейчас, будет отчаянным шагом Еревана. Попытка уговорить другие страны признать Нагорный Карабах носит символический характер. Все понимают, что такого не будет. Это попытка смягчить факт невозможности признания Армении и Карабаха, но при этом показывается, что Ереван предпринимает какие-то усилия. Но максимум чего можно ожидать, это решение каких-то отдельных муниципалитетов или городов, не более. Если Ереван нажмет на красную кнопку и признает Карабах, то есть угроза выхода войны из-под контроля. При этом Никол Пашинян продолжает заявлять о том, что Армения будет вести войну до победного конца. Мне нравится мысль Томаса Девала, британского журналиста и аналитика, по поводу резких заявлений Пашиняна о войне до победного конца. Он предполагает, что это такая форма защиты от дальнейших обвинений. Никол Пашинян как бы показывает свою твердость и может согласиться пойти на уступки только потому, что ему выкручивают руки великие державы. А вот лично он настроен именно так, как он излагает в своих выступлениях. Это достаточно логично. Я не думаю, что руководство Армении оторвано от реальности. В Ереване осведомлены о реальном положении дел на фронте. Сейчас, как мне кажется, можно достичь компромисса. Не случайно Никол Пашинян признал, что условия для мира чуть хуже для армянской стороны, чем они были три недели назад.